Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами не будем ни во что играть. Сегодня у нас особенный день, и честно скажу, у меня странные чувства, очень странные чувства. Вот чем ближе я подходил к записи этого видео, тем больше странных, противоречивых чувств у меня было внутри. Они меня просто одолевали и сжирали изнутри. Но, в общем, давайте сделаем так, начнем с хорошего. Сегодня 1 апреля 2021 года, а значит, день рождения этого канала. Ровно 1 апреля 2014 года, боже мой, как давно, я зарегистрировал этот канал, и уже в июне начал выкладывать первые видео. Меня просто поражает тот факт, что этот канал достиг такого возраста, 7 лет, что он так долго просуществовал, и продолжает существовать, продолжает набирать аудиторию, продолжает развиваться каким-то образом. Поражает меня это потому, что у меня до этого были каналы не такие популярные, они не так долго существовали. Никогда не думал я, что моя жизнь так круто изменится, когда я сделаю этот канал, что я в итоге буду вот этим вообще, в принципе, заниматься. Это просто какой-то сон, какой-то один большой сон безумный, который я все боюсь, что он вот-вот закончится, что я вот-вот проснусь, и этого всего не будет. Столько всего я уже испытал, столько всего пережил за это время, что... Я не могу слов связать, я отупел. Вот, вот что произошло из этого канала. Спасибо, канал, блин. Короче, вы поняли, канал большой, 7 лет живет, вообще отлично, я кайфую. Это пипец, я до сих пор на улице встречаю людей, которые подходят ко мне, такие, знаете, уже взрослые мужики, там, девушки, которые говорят, что смотрели меня вот с тех давних времен, вот так долго и до сих пор смотрят. Я хочу всем вам, на самом деле, всем, каждому, кто когда-либо меня смотрел, смотрит сейчас, кто вот-вот только что увидел первое это видео, огромное спасибо за то, что уделили внимание этому каналу и тому, что здесь я делаю. Спасибо большое, что посвятили свое время, драгоценное, мне. Это дает мне огромный простор для творчества, это меняет мою жизнь в лучшую сторону. Я безумно горд, на самом деле, тем, какое комьюнити сформировалось вокруг этого канала. Большинство из самых активных подписчиков, которые много чего делали для канала, рисовали всякие превьюшки, музыку сочиняли и так далее, уже разошлись по своим жизням, грубо говоря, делают даже какие-то свои прикольные проекты. Я безумно горд за вас, друзья, и желаю вам искренней удачи во всех ваших начинаниях. Я безумно горжусь тем, какое лояльное сообщество сейчас меня окружает. Потому что все лайкают, все пишут какие-то приятные комментарии, Все, даже те, кто не ставит ничего и ничего не пишет, просто молча смотрят. И я надеюсь, что кайфует, потому что было бы странно, если бы так много людей смотрело бы видосы и такие Ненавижу этого ублюдка! Хотя даже если есть ненависть, то, возможно, это отдушина для вас. Ненавидьте меня, ненавидьте всей душой, и тогда вам тоже будет жить легче, надеюсь. Что я пытаюсь сказать, это то, что я безумно благодарен вам, друзья. И это наш с вами общий праздник. Поздравляю нас всех с семилетием канала. Я поднимаю этот бокал обычной воды с лимоном. Вы можете выпить все, что вы хотите. Теперь, собственно, что сегодня мы будем делать с вами. Довольно-таки простой видос я запланировал, но не менее уютный и теплый, как мне кажется. Изначально я хотел пройтись, так сказать, по всему, что я когда-либо делал на этом канале. Так, поспоминать, поностальгировать. Но я потом подумал, что я периодически натыкаюсь на миксы, которые сделали вы, ребята. Я вспомнил, что я когда-то уже делал реакцию на ваши миксы, но там было их всего, по-моему, два или три. И за это время я уже нашел еще целую пачку других очень хорошо сделанных миксов. Я подумал, в целом-то, миксы как раз-таки и состоят из целой кучи разных видосов, которые я когда-либо сделал. Это такой прикольный способ поностальгировать и посмотреть на ваше творчество. Благодаря вашим миксам мы сможем увидеть практически всю историю канала. Посмотреть, каким я был когда-то давно, каким мы все были, что мы снимали, над чем угорали. Поэтому сегодня я предлагаю с вами... Да, это видео-реакция, короче. Ну что, готовы? Первый микс называется «Украсть-добыть» ремикс. Смотрим. Сэнхай! Я плыву. Наша задача – пройти сквозь тьму. Давай, Евгений, терпение. Ты должен выкататься с минимальными потерями. Хорошо сделано. Даже под риф, рифу используют. Даже я так не делал. Чувство, ребят, нас ждет падение. Давайте не будем даваться раньше времени. Опа, а это что? Это бедро! Ну-ка, давайте наполним его. Уф, что-то не так. Урса, блин, под тормозом. Ломать, крушить. Ха-ха-ха. Стоп. Нужно динамить. Это, к тому, здесь видосы с 17-го года и 19-го до 2. Это есть секретный проход. Что-то украсть, что-то добыть. Кто-то может мне предложить? Что-то украсть, что-то добыть. Как красиво здесь, смотрите. Что-то украсть, что-то добыть. Блин, настоящий под... Че, ребят, начинай пуссовку! У-у-у-у. У-у-у. О, нифига себе. Опа. У-у-у-у-у. У-у-у-у. 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 У-у-у. У-у-у. Целых куча материалов просто предоставлена. Плейлистом гейноворы. У-у-у. 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 Ну-ля парень жжешь. Очень прикольно сейчас было. Сколько эмоций было в этом плейлисте. Наверное, самый яркий. Оп. В конце было. очень хорошо сделано вот прям взорвал молодец в конце прямо взорвал потом напишите в комментариях какой вам больше всего понравился и так дальше доктор миксер fit you джин сагас пауэр дрыща интересно так этот я частично видел очень прикольно сделан и прям про пауэр дрыща ну что ж я вернулся ток-ток-ток это я ваш старый друг пауэр дрыщ сегодня с нами и он ходит вверх ногами у дрыща бывает страх только под дождем в трусах что аж сейчас как на был круто же домой все в ритму до пару дрыщ только в сло-мо бегает его фишка когда весь мир идет нормально он сломал так а где слова здесь чисто музыка получается у нас будет а слушайте я вот сейчас смотрю такое ощущение как будто это прям вот реально история персонажа вполне какой-то сериал смотрю отрывки сериала план такой идем на свет идем домой стоп нам надо сделать лод приступаем вот все забрали блин в этом видосе собраны отрывки из целой кучи видео по арку там получается реально с 2015 года кусочки я видел прям очень старые мы за это время 49 выпусков всего выпустили на самом деле да я мастер растягивать прохождение на очень долго вот я прям совсем старый видос был только что вот глядя на это кажется что у пауэр дрыща было так много приключений столько всего интересного кто не смотрел этот плейлист ребята мне кажется вы не пожалеете все отлично следующий нас юджин сага с ремикс дичайший план бай обычный парень продакшн стилан давайте смотрим дисклеймер данный видеоролик несет себе ничего я знаю что надо сделать чтобы было хорошо не понял что выключил что ли не не давай запускай я поверил я реально говорю по немецки я как правило стреляю просто он так кто идет мишка бэм месть дичайший план шансов нет я не пьян да тут бессмертий никак и все сдохли фак месть дичайший план план такой убить его нужно хватит летать ну типа все остальное говно когда заходит доктор в морг и говорит все сдохли смешно я знаю что надо сделать чтобы было хорошо что ж хватит играть да блин он же живучий таки оценки но по факту что ж окей давненько у нас не было смертей очень плохо нашла больной что не понимаю почему мне пришлось хватит летать и все сохли твою мать внимание и вот как назло нет нету ничего здесь геймплей довольно-таки простой кстати не горжусь тобой и все зубе как много видосов надо было посмотреть чтобы найти все это легко сказать многим просто наплевать план ооо ооо слушай внимательно и даже пугнет куда я брал еще что-нибудь да второе давайте просто ждать я раскорбляю всех немцев как правило стреляю просто кто идет мишка я особо никогда тебя не слышал со стороны как я несу немецкий колесец заходит доктор в морг и говорит все сдохли но по факту что даже 3d комната охрененно отлично сделано очень крутой микс я там даже видел отрывки из oxygen not included блин чё-то я подзабросил это прохождение может вернуть его не знаю давайте так об этом всем попозже как раз таки на следующий микс вы скорее всего уже все видели и я его тоже видел но я никогда на него не реагировал и это микс 5 5 x 5 5 электро юджин фит юджин сагас давайте все посмотрим и угарнём у меня под белье упал надо отличной работой четвертая завеса кругом вода эхо врора что с тобой стало кружится там кусок металла нужно сделать поход большая ностальгия по сабнатике получается все наварет поэтому берем всю волю в кулак и приступаем вот так 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 если знаешь что уже вышло сомнатика below zero по моему как целиковая игра уже готовая можно поиграть я послеживаю что у всех миксов есть какая-то определенная стилистика вот у всех микс которые мы смотрели сегодня а а а видите странные люди танцующие видите они реально слышат эту музыку они такие ой юджин понеслась раз два три четыре пять ха 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 вот здесь мы будем жить опа думаю что авторы микса очень нравится летсплей по сабнатике ать 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 мне кажется мы сможем его посадить Вот. Полетели! Понесла! Так я и забыл про эти видосы. А сейчас Юджин Сагас вызов принят ремикс. Понеслась. Мы идем вот прямо к тем горам. Погодите. О, был ли я там? Колоссы, блин. Какое клевое было прохождение. Да, вот что мы здесь сделали. Идем смело, верим в себя. И в стенку поюма. Согласитесь, необычный цветок. Такой я не видел еще. Прыжок. Блин, все в рифму. Это очень прикольно. Опа, спать часами напролет. Опа, старое видео. Опа, ома, ома. Ему реально, он 2015 года был, где он в рыбалку играл. Позвольте спросить, где мой петух? Опа, так, опа. Бух, разбитая бутылка. Это к чему? Опа, так, опа. Да, жидкость. Загрязненная вода. Опа, так, опа. Да, у-па. Прогресс это еда. Опа, так, опа. Ой, давай иди, стоп. Ты кто такой? Опа, так, опа. Ой, куда ж ты пошел? Вот здесь и стой. Итак, мы балдем. Тут види, как все очень хитро. На поле вам нужно в это ущелье, но луч показывает, мол, левее. Что ж, вот я пересек горы, и мы видим просторы. Кто тут, блин, пацан, просторил? Чез игра была, я что-то забыл. С огнем играться плохо. Это вызов, вызов принят. Это вызов, вызов принят. Вызов принят. Вызов принят. Вызов, 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 вызов. Это вызов, вызов принят. Опа, так, опа. Вот, спать. Часами. На пролет. Опа, так, опа. Вот, о май гад. Уже светло. Ребята, вы меня так вдохновляете этим. Это так прикольно смотреть. Это бутылка. Это кощемок. Опа, так, опа. Жидкость. Загрязненная вода. Опа, так, опа. Прогресс это еда. Опа, так, опа. Давай, иди, стоп. Ты кто такой? Опа, так, опа. Куда ж ты пошел? Вот здесь и стой. М-м-м. К-к-к-к. Ха-ха-ха. Опа, да, это было хорошо в конце. Доктор Миксер, фит Юджин Сагас. Скрипач. Давайте послушаем скрипача. И не забывайте качать головой. Включайте ваши мобильники. Вот так вот вводите. Все, да. Доктор Миксер. Знаете что, власть по горам, это по мне. Как у нас там, холодно? Спускаемся. Уныние. Не паримся. Зак. Что это? Книжки. Погодите. Вышка. Жди нас. Скоро мы придем. Тогда, пожалуй, водичку возьмем. Варюшки. Есть. Садини. Съесть. Мне больно. И бегать не могу. Душит. Но пофигу. Пещера. Прекрасно. Стоп. Все ясно. А, семейство оленей. Лонгдарк. Длинная уточка. Сколько мы уже в нее не играли? Год два, наверное. Все попрал. Сколько дров в топку не кидай. Кинуть камень можно. Камон. Но быстрее. Давай. Я просто выживал. Какая-то грусть сейчас у меня почему-то внутри. Все попрал. Наберем древом на целый древонят. Волги, ноги, ноги. Скрипач, уйди от меня. Как-то грустно все это. Не знаю почему. Ну ты как на любом концерте. Нужно, чтобы были и веселые песенки, и одна такая гусенька. Окей, мы вернулись. Давайте спать. Мы проснулись. Твою мать. По ощущению. Плюс один. Я замерзаю. Блин. Ну я знал, что нас будет ждать подвох. Но все в порядке. Мох. Как он неожиданно там оказался. А, все-таки он испугался. След вперед, след назад. Боже мой. О май гад. Стелс режим. Ну-ка. Фонарь. Это важная штука. Мне кажется, так будет удобнее. Вот. Кстати, такой сейчас год. Вооо, вот это свет. Опять скрипач. О, нет. Вот я смотрю на скрипача. А, слушайте, это он их подставил. Это миксер их подставил повсюду. Очень круто сделано. А, мое путешествие по Америке. Такое клевое было путешествие. Вы можете заценить его, кстати, если вы его не видели. Доктор Миксер охренительно получилось. Очень клево. Молодец. И то, что ты подставил скрипача еще везде, это определенно превышает. Все миксеры, которые мы сейчас послушали, превышает. Но это еще не все. Мы продолжаем. Юджин Сагас удар ремикс. Такой агрессивный ремикс. Опа. Раз, два, три, пять. Че? Раз, куча всего. Да. Я помню эти места. Нет. Тебе. Опа. Доп, доп, а лет. Да, 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 давай. Раз, год. Раз, два, три, два, три. Удар. Доп, дар. Кто это? Это ты? Кто-то, кто сделает ремикс? Ты автор ремикс? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хорошо танцуешь. О, да. Че? У нас куча всего. Да. Я помню эти места. Нет. Тебе. Так, пошло по кругу, да? Он не час случайно идет? А то я не хочу на свою же ловушку напороться. Уу! Нет. Что это? А, блин, я и забыл про это видео. Я уже сделал, наверное, 2000 видео, возможно. Это забавно, что когда я вижу отрывок, я вспоминаю, как я снимал это видео. Даже вот то, где танцует старик и девушка. Так, запорвать. Так, открыть. Так, запорвать. Вот так, открыть. Так, 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 так. Нанести удар. Все. Да. Как там все эти люди? Не так Тони, но им очень нравится этот ремикс. И, видимо, мой канал. Так, а теперь я предупреждаю. Вот последний трек, который мы сейчас послушаем, я его уже слышал несколько раз, но я никогда о нем не говорил в видосах. Я только помню, говорил авторам. Спасибо. Возможно, не всем. В общем, это очень эмоциональный трек. Клип, я бы даже сказал, который сделали подписчики мои. Я не помню, в каком году это было. Но они взяли балладу «Белые акулы» и сделали, ну, взяли музыку оттуда и написали свой текст, спели. Получилась очень красивая песня, посвященная мне, этому каналу. И это очень трогательный трек. Я просто хотел еще раз послушать его, но уже вместе с вами. И хочу, чтобы, если вот автор, авторы, кто это сделал, вы сейчас смотрите, вы лучшие. Вы превышаете. Надеюсь, я не расплачусь, потому что это эмоциональная какая-то фигня для меня. Не знаю. Смотрим. Видеоряд RedFox. За прекрасную балладу спасибо Виктории Федоровой и ее ВК в описании. Спасибо тебе, Юдж, за все твои старания, за то, что я среди своих. Мы смотрим твои видео, смеемся и печалимся, не можем без пятюнь твоих. И вечно будем помнить все хорошие моменты. Мы чувствуем, как с каждым днем стираем конкурента. В фантазиях моих на сходке наш большой фандом. Все вместе мы твои миксы с улыбкою поем. И у нас стоит вопрос один. Откуда ты берешь столько энергии и сил? Не можем передать, не знаем, как благодарить за все те видео, что ты нам подарил. Это прекрасно. Это так красиво звучит. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Мы не знаем, как благодарить за все те видео, что ты нам подарил. Я еле сдержался сейчас. Первый раз, когда я слушал, у меня слезы полились. Без сомнения, это все просто прекрасно. Друзья, вы превышаете за все эти миксы. Огромное спасибо за все, что вы сделали. И спасибо большое всем за рисунки, которые вы делаете. Вообще за все, что вы когда-либо сделали. Просто за ваш просмотр. Это чудо какое-то, которое в моей жизни произошло. Вот это все. И это я безумно тронут. Я безумно счастлив. И безумно чувствую себя неблагодарным за это, за все. Вы не представляете, насколько. И теперь мы перейдем, видимо, к противоречивым чувствам мои внутри по поводу сегодняшнего дня. Попытаясь правильно донести сейчас мысль, которая у меня внутри появилась, я хочу немножко пооткровенничать, так сказать, про себя что-то рассказать. Часть моей психологии донести вам, что и как я функционирую. Почему я от этого страдаю очень сильно. В общем, каким-то образом так сложилось, что я устроен следующим образом. Если люди вокруг меня, даже не так, когда люди есть вокруг меня, на которых мне не все равно, мне очень важно, даже когда я прям говорю себе, думай о себе, думай только о себе, о своем счастье и так далее. Но все равно, когда вокруг меня есть люди, на которых мне не все равно, я почему-то в первую очередь думаю о том, как они себя ощущают. Хорошо ли им, и если им хорошо, то и мне хорошо. А может быть, я их как-то обидел, может быть, еще что-то. Может быть, я не до конца был учтив, может быть, я не до конца выслушал. В общем, может быть, я что-то не доделал. Дурацкая черта во мне, она вроде бы звучит как хорошо, да, ты беспокоишь обо всех, но с другой стороны, я только от этого страдаю. Потому что я всегда напарываюсь на то, что людям чего-то не хватает, недовольны чем-то. Ну, то есть, это нормальная история, когда ты в жизни чем-то можешь быть недоволен, потому что жизнь, она состоит из взлетов и падений, из хорошего настроения и плохого. Я вроде бы мозгом это всегда понимаю, но моя психология, подсознание, я не знаю, что это во мне, оно не понимает. Из этого исходит очень много проблем в моей жизни, когда мне кажется... И, по сути, что такого, да, вот сейчас записать видос, где я просто всех поздравлю с днем рождения канала. Отлично, день рождения, 7 лет существуем, прекрасно. Но я перед тем, как сесть записывать, успел понастрадаться. Страдал я из-за мысли того, что, наверное, кого-то я уже успел тысячу раз разочаровать. Я же не снимаю такое-то видео, я не сделал вот это. Я там не докрутил, там сделал, может быть, не так смешно. Я вот это не сделал, обещал, вот это не сделал. Я сижу, трачу время, там у меня есть люди свои, короче, своя семейная история. Я там не провожу время, я везде где-то чем-то жертвую, я везде кому-то чего-то не додал. Я везде где-то причинил неприятные эмоции. Я сживу с этим вот все это время. У меня был период, по-настоящему был период такого, знаете, искреннего счастья, которое было просто, как будто я был ребенком. Это когда вот только канал пошел в 15-м году, и я прям испытал такой драйв, такое счастье, которым мне хватило его на два года. На два года просто безумно вот я тратил ресурс безумно, записывая эти видео. И я вот практически ни на кого не обращал внимания, я просто кайфовал от всего, что происходит. Умудрялся я как-то еще вам очень много внимания уделять. Постепенно этот ресурс источился, и каждый раз, когда у меня появлялось хорошее настроение, или откуда-то вдохновлялся, я тратил это все так же безудержно, бездумно, да, фактически уже в кредит. И чем дальше я шел, тем больше мне стало казаться, что я многих людей разочаровал. Вокруг себя, в моем окружении, вот в реальном окружении, за камерой, так и вас. И это не дает мне до сих пор покоя, и из-за этого я не могу спокойно просто записывать такие дурацкие видео, как просто поздравляю с днём рождения, давайте посмотрим миксы. Я почему-то должен обязательно пострадать. Я не понимаю этого. И у меня был момент в жизни, это было как раз таки, когда я ушел в отпуск на месяц от канала, в январе получается, когда я окружил себя просто любовью и заботой моих близких, и только им время и уделял. И фактически испытал вот это чувство, что нету больше никого, кого я разочаровываю. Я все время уделял каким-то там своим интересам другим и своим людям, которые вокруг меня находятся, своей семье, грубо говоря. Это наполнило меня снова энергией, чувством каким-то приятным. И как только, я даже помните, видос записал, посреди января вышел видос, где я рассказал, какие у меня планы на будущее. Эти планы, они все еще актуальны, все окей, не переживайте. Я просто хочу донести свои чувства до вас, потому что мы давно с вами не болтали просто. Я подумал, что сейчас хороший момент, и я зарядился сейчас эмоциями разными, смотря на миксы, на ваши. И, в общем, все чувства сейчас в кулак собираю, просто пытаюсь что-то вам донести, чтобы вы меня еще лучше знали. А я и так довольно-таки скрытный человек, и вы мало, на самом деле. Ух, как жесть, как мало про меня знаете. И мне просто так комфортнее. Даже не так, вы достаточно много про меня знаете, как именно про мою душу, потому что вы много видосов моих смотрели. Но вы не знаете именно, вот, чем я живу, как я живу и так далее. И это я хотел бы оставить при себе. Потому что просто хочу, чтобы мое тело, мой быт принадлежали только мне. Мой разум постоянно где-то там спрашивает себя, а всем ли вокруг хорошо сейчас. В общем, я зарядился этой энергией, вышел снова записывать видосы. И записывал их прям с кайфом, с кайфом записывал. И в итоге что получилось? Я весь ресурс безудержно просто пустил в создание видео. И в итоге подохренел немножко. И опять мне кажется, что я кого-то разочаровал. Я чувствую это каждый раз, когда я вижу комментарии, а где с тренда дип? Когда я вижу комментарии, а где арк и так далее? И не поймите неправильно, это прикольно, что вы это просите. Значит, чтобы это было круто. Поэтому вы это просите. Просто это влияет на мое психическое состояние. Я могу это отрицать, но где-то внутри, в глубине души это влияет. И я что думаю? Я сейчас очень много энергии, помимо того, что я здесь нахожусь на канале, я трачу на комикс. Мне очень искренне нравится это делать. И мне очень хочется эту историю до вас донести. Gamehunters, я сейчас говорю. Кстати, если вы про них еще не знаете, вот мой сайт. Вот здесь, точнее, в описании. Вот здесь он появится в конце видоса. Ну, в общем, тут описание сайт. Там можно купить мой мерч. Скоро будет новой коллекции. Скоро будет второй номер. Наконец-таки выйдет. Потому что мы сейчас очень затягиваем, конечно, я понимаю. Но сейчас там сайт перелопачивается. Многие всякие ошибки справляются. С доставкой все упрощается. В общем, какое-то время надо перетерпеть. И все это будет, наконец-таки, поставлено на поток. И я смогу не дергаться. В общем, там ребята реально очень много работают. Я работаю над этим, так что надеюсь, вы с пониманием относитесь. Надеюсь, вы ждете новый комикс, новый мерч. Опять понимаю, что я сейчас буду бессвязанно из просто предложения говорить. Потому что я от одной мысли к другой бегу. И туда и обратно возвращаюсь. Сорян, если это будет неразборчивая речь. Я больше сейчас эмоциями говорю, чем мыслями. В общем, к чему я клонюсь. Сейчас я хочу максимально облегчить свое бремя. Вот это вот бесконтрольное желание, чтобы всем было хорошо и никого не разочаровать. Я выпускаю видосы. Вы заметили, наверное, что последние несколько недель видосы выходят с перерыва. Там в два дня могут иногда выйти. Иногда каждый день, иногда через день. В общем, рандомные перерывы. Я подумал, что, блин, тысячи ютюберов так делают. Тысячи ютюберов выпускают видосы, когда им хочется выпускать. Когда они там замутили, что-то прикольное. Грубо говоря, я сейчас хочу сделать видео по Little Nightmares. У меня там целая куча мыслей по вселенной Little Nightmares, которые я хочу изложить. Для этого надо просто сидеть, делать, 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 монтировать. Но я постоянно отвлекаюсь на запись видео, потому что я боюсь вас разочаровать. И, в общем, вот это все отталкивает меня от того, чтобы я делал еще какие-то прикольные вещи. То есть я понимаю, что вы хотели бы с тренда Deep, Subnautic, Long Dark и только-только-только их. Но это просто потому, что пока вы еще не увидели что-нибудь еще крутое, новое от меня. Это просто можно даже посудить по тому, как рыбные анекдоты зашли на видосах по Рафту. Сколько комментариев вы пишете? Как зашел Майнкрафт? И вы пишете там тысячи, тысячи комментариев. Но я думаю, что вы просто можете однажды получить что-то новое. Да, непривычное, но новое от меня. И, может быть, вы кайфанете так же и даже больше, чем от того, что я делал раньше. То, что я делал раньше, это было раньше. Это было круто. Я рад, что это было. Я горжусь тем, что я сделал. Это навсегда останется в моем сердце, в моей душе. Я буду с теплотой вспоминать. Сейчас у меня в голове столько всяких интересных вещей, столько планов, на которые я буду уделять время. Это будет значить, что, может быть, видосов будет чуть меньше, может быть, их будет больше, может быть, я сейчас смогу так график выстроить, что они будут каждый день литься, и я буду себя кайфом учиться. Короче, если видос не выходит, я не хочу его делать. Если он выходит, я хотел его сделать. В общем, как-то так. По сути, я возвращаюсь к самому-самому началу, когда я действительно с кайфом делал видосы. У меня был отвратительный период, начиная, наверное, с 18-го года по конец 20-го. Просто отвратительный период в жизни, несмотря на то, что я мозгом понимал, что да, все хорошо, у меня и канал растет, и деньги он приносит, я могу жить, как я хочу. Вот, но именно я все-таки человек не денежный, я не бизнесмен, я больше человек души, наверное. Как бы я ни пытался это отрицать, я всегда хотел мыслить о себе как о бизнесмене, который так, знаете, четко идет к цели. Я, в принципе, четко иду к цели, но я очень метаюсь, меня очень метает эмоционально во все стороны. И я все-таки в первую очередь кайфую, когда я честен перед собой, когда я вижу, что я вдохновляю людей, что я делаю что-то прикольное, что я, грубо говоря, исследую, пока я делаю что-то. Как это, когда раньше я мутил видос, я ставил перед собой задачи, которые я не знал, как выполнить, и я их выполнял. В итоге чему-то учился, то есть я шел вперед. Без рутины, когда ты делаешь одно, одно и то же, постоянное. Вроде бы с вашей стороны на этом можно сказать, Женек, да хоре трындеть просто так, делай, если хочешь, и все. Да, я понимаю, но я могу это делать молча, вот все это пережить в очередной раз, а могу с вами поболтать. Я всегда с вами болтал, друзья. Да, я делаю это реже в последнее время, но когда у меня накипает по-настоящему, я хочу с вами поделиться. Я хочу, чтобы вы знали, что у меня на душе. И вы не поверите, но я сейчас вам все это рассказываю, и мне легче становится. Мне по-настоящему становится легче. И сейчас все проблемы кажутся не настолько прям уж и большими, поскольку я, наверное, поделился просто с вами. Отсюда следует вывод, что вроде бы вы все где-то там находитесь, в своих квартирах, возле телефона или экрана, монитора. Вы не можете никак влиять на мою жизнь, но вы имеете огромное влияние. Вы играете огромную роль в этом канале, во всем вообще. Имейте это в виду, великая сила и великая ответственность. В то же время и я имею огромное влияние на вас. Я знаю, что это так. Мы с вами одно целое, на самом деле. Короче, мы друг на друга влияем. На самом деле у нас создалось охренительное комьюнити. Если вот так вот посмотреть, объективно, одно из самых лояльнейших. Каждый раз, когда я делаю какую-то рекламу, которую, опять же, спасибо, вы очень хорошо принимаете рекламу, которую я делаю. Грубо говоря, каждый раз, когда ко мне приходят с рекламой, очень часто я слышу такое, у тебя супер лояльная аудитория. Прямо безумно лояльная. И мне так приятно, я так горжусь, когда я это слышу. И я верю, что она супер лояльная, потому что я искренен с вами, вы искренен со мной. Давайте так пусть и будет продолжаться. Да, и пусть они рассказывают там о том, какая у меня семья, что я делаю, какой у меня быт и прочее. Я и у вас об этом не спрашиваю. Это, в принципе, на самом деле не особо-то играет роль. Важно то, что вот здесь находится. И какие бурления творятся внутри. Именно эти бурления, на самом деле, и ведут нас по жизни. Все, что происходит, исходит из нашего восприятия мира, из наших эмоций. И лечением наших негативных эмоций мы с вами и занимаемся, на самом деле. Творчество для того, чтобы излечиться. Мы смотрим чужое творчество, чтобы исцелиться. Давайте продолжать это делать вместе. Исцеляйте меня, я буду исцелять вас. Может быть, когда-нибудь, если меня накипит, снова я расскажу, почему 18, 19, 20 год были для меня столь отвратительны. Но я думаю, что это в следующий раз, когда у меня снова реально накипит. А сейчас, друзья, я бы хотел закончить этот ролик. Я, в принципе, не планировал делать слишком большим. Мы посмотрели миксы, угарнули. Я еще раз благодарю всех, всех, кто сделал эти миксы, за эти миксы. Они были охренительные, они превышают. Я думаю, на этом мы просто можем закончить. Давайте еще разочек. Я всех нас поздравляю. Всех вновь прибывших. Всех тех, кто давно уже здесь, на этом канале. Всех, кто когда-либо смотрел. Этому канала 7 лет. Я искренне рад, что мы здесь с вами. На нашем жизненном пути встретились. И провели... Офигительно провели время. И проводим до сих пор. И будем еще проводить. Всех поздравляю. С вами был Юджин. И всем по традиции, огромная, мощная, семилетняя... Блин, семилетняя пятюля. Вы готовы? Раз, два, три и пять!